Всем привет, я Женя Кабалин. Поскольку в Украине нет кинообзорщиков, хочу сделать вызов российским коллегам, а именно Александру Соколову, Илье Бунину и Сергею из Кинонах. У вас есть 24 часа, дабы повторить содеянное. С давних-давних пор где-то далеко-далеко в горах живет маленькое, но очень гордое подразделение компании Волта Дисней, Disney Tool Studios, которое специализируется на сиквелах и ответвлениях больших компаний Волт Дисней Анимейшнс и Пиксар. В 2013 году эта малая студия подарила нам сюжетное ответвление к пиксаровских тачек самолеты. Сегодня же речь пойдет о второй части этого мультфильма. Первая часть самолетов не сыскала того успеха, который был у их предшественников тачек. Да что тут говорить, обе части самолетов в сумме по бюджету уступают первой части истории про живые машины. И все же первая часть самолетиков собрала скромные по меркам Диснея 220 миллионов долларов и весьма средние отзывы критиков. Одним из недостатков того неплохого, но явно второсортного мультфильма был сюжет без высоких эмоциональных ставок. Но какая в сущности зрителям разница, победит или не победит кукурузник в гонках? Выиграет? Молодец. Не выиграет? Пусть дальше тренируется. Не беда, удаст еще вся самолетная жизнь впереди. В огне и воде же ставки намного выше. Ведь хотя поначалу герой считает, что быть пожарным просто, он быстро узнает, что тушение лесных пожаров опасно даже для самолета. И что эта работа порой требует полетов на предельной запретной мощности. А это значит, что в какой-то момент самолетику придется не просто рискнуть жизнью, а пойти почти что на самоубийство, чтобы спасти людомашин от огня. Справится ли он с этим? Готов ли он умереть за своих товарищей или за незнакомцев, случайный жертв стихии? Это же Диснейк. Конечно будет хэппи-энд. Хочется отметить персонажей. В первой части они выдались колоритные и запоминающиеся. Во второй части, надеюсь, ситуация будет обстоять не хуже. Еще до премьеры известно, что в мультфильме много отсылок к американской кинокультуре. И тут вся надежда на нашу локализацию. Смогут ли переводчики смешно перевести весь этот коренной американский юмор? Например, в оригинале пожилую пару влюбленных автомобилей озвучили Джерри Стиллер и Энн Миара, родители Бена Стиллера и популярные в 60-е эстрадные комики, которые нашему зрителю не шибко-то и известны. Ну или также в мультфильме будет длинная и тонкая пародия на сериал конца 70-х CHIPS. У нас переводится как Дорожная полиция Калифорнии. Ведь тоже для нас это будет мало знакомо. Скажи, пожалуйста, чего ты ждешь от мультика? Я хочу, чтобы он был веселым, счастливым. Новый метр отпит. Я жду какого-нибудь приключения и побольше, может, юмора для людей постарше. Чтобы было что-нибудь смешное. Хочу, чтобы было все весело. Минулого года были на первой части летачки. Очень понравились. Вражения просто невероятные. С этого года на год буду рослишь, поэтому я думаю, что еще лучше будут вражения. Как думаете, если купятся сегодня самолеты, вторая часть, третья будет или нет? Я думаю, нет, потому что лучше сделать одну-две, чем делать пять непонятных частей. Ты думаешь, он будет похож на тачки или будет немножко другой? Это будет как тачки, только они летают. Ну что ж, отправлюсь в кинотеатр «Оскар», дабы посмотреть этот мультфильм. И, надеюсь, дети не будут сильно мешать. Хочу похвалить маркетологов Дисней. Они выпустили фильм в такую мультипликационную засуху, когда нету конкурентов и любой фильм станет кассово успешным. Конечно же, в зале было много детей. И, исходя из того, что были слышны смешки и похлопывания, можно сказать, что детям фильм понравился. Сказать по правде, я слышал храп одного из пап. Поэтому родители тоже смогут отдохнуть перед просмотром этой картины, но уже немножко своими способами. Лично мне мультфильм понравился больше первой части, однако гораздо меньше, чем любая часть из тачек. Сейчас мультфильм не густо, поэтому выбирать не приходится. Ведите детей в кинотеатры, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых премьерных встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!